Добрый день! Сегодня я хотел бы предложить вам хобби на весь 2024 год. Хобби, которое подарит вам, судя по отзывам не трех участников, массу мгновений чистой радости и позволит вам научиться читать в оригинале первоисточники. На, смотрите. Если вы следите за моими социальными сетями, то вы там ежедневно видите, что я размещаю картинки, слова, то есть слова с переводом на русский, сербский, английский, немецкий и испанский языки. И если вы посмотрите на верхнюю часть этих картинок, то вы увидите там, что эти картинки взяты из учебника Йорга Бюллера. Я в свое время перенабрал весь этот учебник и издал. Вот. И до того, как Вера Александровна Черегина выпустила свой учебник Сантрита в 90-й год 20-го века, до этого, можно сказать, почти весь 20-й век в России изучали Сантрит преимущественно по учебнику Бюллера. Ну и в целом этот учебник с мировым именем, вышедший примерно 150 лет назад на немецком языке. И если учебник Сантрит, то Вера Александровна Черегина действительно тоже хороший, серьезный, но его знают только в России. А учебник Йорги Бюллера его знают во всем мире. И, ну, в частности, многие поколения российских Сантритологов были воспитаны именно на учебнике Бюллера. Тем не менее, бутует мнение, что учебник Бюллера – это безумно сложный учебник. И моей целью на 2024 год будет доказать вам, что это не так. Да, это хороший, серьезный, глубокий учебник, который не то чтобы прям совсем-совсем все само дается. Нет, надо сидеть, делать задания, занимать ежедневно примерно по 8-10 часов раз в неделю у вас будет уходить на это. И это весь год, то есть это вот серьезный курс. Вот, тем не менее, глядя на этот учебник в оригинальном немецком языке, видно, что он не такой уж и сложный. То есть сложным этот учебник стал на русском языке, когда его 100 лет назад перевели на русский язык. Это было такое время, уже была не царская орфография, но еще и не современная. Но дело даже не в этом, а в том, что в учебнике там есть задания по переводу с немецкого на Сантрит, Сантрита на немецкий. И когда вот весь немецкий был заменен русским, то хоть один к одному перевод с немецкого был правильный, тем не менее, не были прослежены мудренние связи, которые автор на немецком языке предполагал Сантритом. На русском языке эти связи пропали. Ну, грубо говоря, слава были заменены синонимами, чуть-чуть поменяли порядок слов, и все развалилось. Вот, поэтому я взял немецкий оригинал. В интернете есть ответы на немецкий язык по этому учебнику. Вот, я их все проштудировал, и, по сути, ну, не несколько, наверное, ну, всего человек 10 за последние 5 лет на индивидуальных занятиях у меня прошли по этому учебнику. То есть я смотрел, как люди, ну, по русской версии, естественно, учебника, я споставлял это с немецкими ответами. То есть я смотрел, что в голове было у автора Бюлера, что было в голове у современного относительно немца, который делал задания к этому учебнику. Я увидел, что на немецком языке там все достаточно прозрачно, однозначно и последовательно все связи видны, и понятно, как делать задания. На русском языке уже не совсем понятно, и поэтому он стал сложным. Вот, поэтому я сделал рабочий трат к этому учебнику, вот, где, собственно, я просто переформулировал многие задания. Вот, то есть, когда я издавал этот учебник в 2019 году еще, я просто один к одному издал то, что было 100 лет назад. Просто это нормальное издание, а не прокопанное, в том смысле, что другие издания, учебники Бюлера на русском языке, они, как правило, являются репринтами, то есть копии с копией. И там вот такие огромные поля по бокам и мелкий очень шрифт в центре, вот, и моим ученикам приходилось на занятия приносить лупу. Я с таким столкнулся, что люди, чтобы учебник прочитать с собой увеличительное стекло носят, естественно, это недопустимо, поэтому, чтобы хотя бы уж на этом-то этапе было все хорошо, я издал этот учебник. Также вы можете бесплатно в интернете его скачать. Вот, и у нас будет курс по этому учебнику с полного нуля до чтения в оригинале первоисточников, 48 уроков. Первое занятие состоится 26 января 2024 года, и вот раз в неделю по пятницам мы будем заниматься в 19.00 по московскому времени на специальном сайте. Всем участникам будут высылаться записи, ну, записи прошедшего занятия. На следующий день будет вам приходить на почту в виде закрытой записи, ну, для вас открытый, для обычных людей, не участников курса, закрытый. Вот, и вы можете записаться сразу на весь курс, на 48 занятий, то есть мы начнем в январе и закончим прямо в декабре 2024 года, или вы можете сначала записаться на 17 только занятий. И также есть два варианта участия в плане того, что полный и базовый, я их называю, отличие только, ну, по цене в два раза отличие, а на практике отличие только в одном, будут ли ваши занятия проверяться онлайн. Потому что всякое занятие у нас с вами будет состоять, вначале мы будем полностью проверять все задания прошлого урока, ну, соответственно, потом будем разбирать теорию следующего урока. Ну, и вот, собственно, в первой части участники полной версии, если вы записывает их в полную версию, если вы вовремя просылаете сделанное задание, то проверку именно вашего занятия, задания, сделанного вами задания, мы будем проверять в начале занятия. Вот, если вы записываетесь в базовую версию, то вы сопоставляете сделанное вами задание с тем, как я проверяю чужое, не ваше задание на занятии. Вот, но опять же, это дает больше ответственности и дисциплинированности, если вы знаете, что вам в пятницу нужно успеть сделать задание, которое будет проверяться, то это, ну, и получить от меня индивидуальную обратную связь, да, на занятии именно по вашему заданию, то, естественно, это обеспечивает более глубокую, более глубокую вовлеченность в занятия. Вот, так что это вот такой большой серьезный курс, сопоставимый с учебником Кочергиной, где-то лучше, где-то хуже, но вот есть миф, что он очень сложный, на самом деле такой уж он и сложный, когда вы увидите переформулированное мной задание, вы увидите, что все там, ну, серьезно, не скажешь, что прям совсем просто, но и не безумно сложно, как это часто говорят русскоязычные преподаватели. Вот, то есть, в этом смысле этот курс уникальный, на русском языке, даже если человек знает немецкий язык, он все равно еще не сделал для вас, не переформулировал для вас еще эти задания, чтобы вы самостоятельно могли увидеть их теми же глазами, какими хотел, чтобы автор на немецком языке видел, чтобы видели его ученики. Вот, соответственно, вот такой курс. Для того, чтобы смотреть подробнее расписание, переходите по ссылке, выбирайте ваш вариант участия, базовый, полный, на весь год или сначала только до мая, вот, там, ну, потому что есть определенный разрыв в темах в этом месте, и вот как раз таки с майским праздниками он более-менее совпадает, так что можете записаться сначала до майских праздников, а потом, если захотите, оплатите разницу в сумме между полным и майским вариантом, и, соответственно, уже пройдете до конца, если захотите. Вот, ну, единственное, что в этом учебнике нет письменности, письменность в нем не изучается, и по задумке автора письменность вы должны самостоятельно изучить на протяжении первых, по-моему, пяти занятий, там одновременно весь текст дается и на латинице, и в письменности Деванагри, вот, но потом остается одна только письменность Деванагри, так что авторам задумано то, что вы самостоятельно за первые пять занятий освоите письменность, ну, и практика показывает, что, в принципе, это более-менее так и получается. Не один только бюллер, как преподаватель, хочет, чтобы его ученики учили сами письменность, а на занятиях была только грамматика, допустим, когда я в 2014 году в МГУ ходил на занятия Андрея Анатольевича Залезняка, мы читали Махабхары, тут тоже Андрей Анатольевич на первое занятие пришел, сказал, с письменностью вы сами там разбирайтесь, а мы уже начнем с грамматики. Вот, так что, но если вас, как бы, пугает, может быть, тема письменности, вам кажется сложной, хотя там ничего сложного нет, вот, то вы до этого можете записаться на мой курс, то есть у меня в июнь, в 10 декабря 2023 года будет очередной поток изучения письменности, в январе. Вот, посмотрите расписание, вот, соответственно, если вы записываетесь на курс бюллера, вы оплачиваете, и после этого вы можете бесплатно участвовать в одном из вот этих, ну, курсов письменности, либо в декабре, либо в начале января. Вот, и также вы можете проходить этот курс быстрее, чем груб, потому что я уже проводил курс по учебнику бюллера в 2019 году, правда, тогда мы пользовались устаревшими заданиями. Я проводил этот курс в 2021 году, собственно, когда я проверил весь текст учебника по немецкому оригиналу, вот, и, соответственно, остались записи вот этого потока 2021 года, поэтому записавшись, грубо говоря, сегодня, вы сразу от меня получите начало рабочей стадии и запись первого урока 2021 года. Вы можете, не дожидаясь 26 января, самостоятельно посмотреть первое занятие, сделать по этому занятию первое домашнее задание, сфотографировать, выслать мне. Я вам в ответ вышлю запись второго занятия, и, соответственно, по второму занятию проверить, сделаю ли вам задание первого урока, и посмотреть теорию второго урока. И так самостоятельно по видеозаписи вы можете двигаться удобно в вам темпе. А дальше уже 26 января у нас уже начнутся онлайн занятия, и вы получите как бы дважды пройдете один и тот же материал, и практика показывает, что это дает очень хорошие результаты. Не все участники выбирают такой двойной гибридный метод прохождения, но мне он очень нравится, потому что действительно вы заранее делаете себе задел на будущее. Если в какую-то неделю у вас почему-то на Санфрит времени не останется, то двигайтесь быстрее, чем группа, вы не отстанете от группы, а просто вот сократите разрыв. Между тем, насколько вы опередили группу и как движется группа по пятницам в 19.00 по московскому времени с 26 января. Так что это вот такой большой серьезный курс на год, и он позволит вам отлично отточить знания грамматики. Если вы уже занимались по учебнику Бюллера не у меня, не по перепроверенным заданиям, вам это будет тоже интересно. Ну и в целом, если вы изучали Санфрит по другим учебникам, то охватить Бюллер тоже полезно. Он учебник с мировым именем, в России все о нем знают, профессионалы, и все вас будут пугать, что он очень сложный. Он не простой, но не такой уж он сложный, и мы на занятиях с вами это увидим. Соответственно, переходите по ссылке, выбирайте ваш вариант, записывайтесь, напишите мне в социальных сетях, когда как вы оплатили. Я вам сразу вышлю первый вводный материал, о которых я сказал, и вы будете самостоятельно уже буквально сегодня-завтра начнете занятия по записям. Ну а 26 января мы с вами начнем занятия уже нашим онлайн. На этом все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова